Всем привет! Прошлый выпуск об оперативной памяти побудил меня снять для вас этот ролик. Как вы поняли из названия, сегодня мы будем собирать практически новый ПК для монтажа видео в 4К за 30 тысяч рублей. Разумеется, вы можете нивелировать сборку своими комплектующими и находить для себя максимально выгодные варианты с вашей точки зрения. Сборка получилась максимально бюджетной, но при этом спокойно будет вытаскивать монтаж, цветокоррекцию и рендер в 4К. Более того, у этой сборки будет отличный потенциал для расширения и дополнения. Собирать будем по понятным причинам на AMD Ryzen 1600, поскольку в соотношении цена-производительность он полностью оправдывает все наши ожидания. Можем посмотреть в сторону 1600X, но за эти деньги уже можно взять 2600, который на порядок отрывается от предшественника. На 1600 и помонтажить, и поиграть в современные игрушки можно без каких-либо проблем. Материнку берем самую дешевую, можно пренебречь охладом на цепях питания, кнать никого мы кроме памяти не собираемся. Главное, чтобы с запасом на чипсете B450, там и без прошивки биоса можно спокойно и 2600 и 2700 поставить. Память по такому же принципу берем самую дешевую, с частотой 2666 и уверенно гоним до 3000. Две 8-гиговые плашки от HUNIX для вашей сборки это то, что нужно. 16 гигов для 4К это минимум для современных реалий. Кстати говоря, предыдущее видео об оперативной памяти для монтажа можно посмотреть по аннотации. Видяху на первое время можно взять в магазинах на вторичке, благо цены у них отличные и более чем 1060 на 3 гига вам за эти деньги не найти. Можно конечно присмотреться к новым 1660 и 1660 Ti, но тогда уже это будет сборка не на 30, а на 40-50 тысяч. Рекомендую прогнать Видяху на дефекты фурмарки. Обязательно обратите внимание на пропеллеры, главное, чтобы наклейки были и сами вертушки не люфтели. На блоке питания экономить не стоит, это уже известно каждому. Мой выбор Чифтек Эко на 500 ватт и производитель хорош и мощность запасен. Перейдем к накопителям. SSD диск рекомендую взять от компании Goodram, например модель CL100 второго поколения. Также отлично справляется с задачами по монтажу Kingston SSD Now. У меня у самого таких два стоит, скорость всегда на пределе и никогда не подводили. Объем минимум на 240. Разбить на 2 тома, один под винду и программы, второй под 1-2 проекта и кэш вполне подойдет. Жесткий диск для этой бюджетной сборки я бы рекомендовал брать на 1 терабайт. Возьмем от компании Seagate модель Barracuda. Скорость оборота в 7200 в минуту. Корпус я в эту сборку вписывать не стал, так как это сугубо индивидуальный выбор. Я думаю, что с этим разберетесь вы прекрасно и без меня. Главное, чтобы были два кулера, на вдув и на выдув соответственно. Вот такая сборка у нас получилась. Хочу обратить внимание на то, что я не утверждаю, что это исключительно самый лучший вариант для вас. Модифицируйте, вносите свои правки и будет вам счастье. А на этом у меня все. Жду от вас в комментариях свои предложения по новым роликам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok